Перед тем, как приступить к рассмотрению повестки дня очередной сессии Народного собрания, парламентарии почтили минутой молчания память невинных жертв, что погибли от рук террористов Дагестана и Севастополя. Далее к собравшимся обратился спикер парламента Александр Иванов. Он подвёл итоги работы депутатского корпуса шестого созыва. Напомним, что в этом году срок полномочий парламентариев истекает, и жителям Карачевчей Кесии в сентябре предстоит избрать новый состав Народного собрания. Шестого созыва была в своем роде уникальной. Помимо законодательской деятельности, в силу сложившейся обстоятельств и депутатских корпусов, залогов подразился в общественную работу, так как жизнь не только в нашей республике страны, но и всего дорогого сообщества сильно изменилась с начала подверния. В тот момент, чтобы максимально помочь наших землякам, мы делали практически все, начиная от заблоков необходимого медицинского оборудования и СИДО, и до разговора добавивших медикамин, горячих обедов, гуманитарной помощи. Общими усилиями справились. Сначала в СССР появились новые задачи. Мы подготовили законодательную базу разработок и приняли проекты, связанные с поддержкой участников СССР и их семей. Александр Игоревич также выразил благодарность главе Карачао-Черкесии Рашиду Тимрезову на республиканскому правительству и всем ведомствам и министерствам за совместную, слаженную, эффективную работу на благо родной республики. Далее к собравшимся обратился глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов. Хочу вас каждого поблагодарить, пожелать успехов. Я вам не могу здесь откровенно говорить, потому что кто-то останется в следующем языке, кто-то вновь встанет. Мы уверены, что каждый из вас продолжит свою деятельность во благо развития вашей работы, Карачао-Черкесии, создали наши ветви встану. Спасибо вам большое. Работая в тесном сотрудничестве друг с другом, только так две ветви власти могут принести жителям республики уверенность в завтрашнем дне. Ведь не зря ещё 300 лет назад, когда Пётр I проводил реформу государственной власти, известный немецкий философ Лебниц писал ему, как в часах одно колесо приводит в движение, другое, так и в великой государственной машине один орган должен приводить в движение другое. Такую слаженность в работе демонстрируют уже не один год и представители законодательной и исполнительной ветви власти Карачао-Черкесии. Далее слово было предоставлено председателю правительства Мурату Аргунову. Он выступил перед депутатами с ежегодным отчётом о результатах деятельности правительства республики. Доклад был весьма обстоятельным и касался всех сфер деятельности. В Карачао-Черкесской республике наблюдается положительная динамика в экономике, что является результатом нашей совместной работы парламента и правительства. По итогам 2023 года объём валового регионального продукта составил 123 миллиарда рублей. Рост к 2022 году составил 6,6 миллиардов рублей. Мурат Аргунов также обозначил ряд задач, над решением которых нужно будет потрудиться исполнительной и законодательной власти. На сессии были рассмотрены также и несколько социально значимых вопросов. Суть вопроса в том, что данным законом предоставляется возможность детям-сиротам, и особенно, подчёркивается, детям с ограниченными возможностями, пройти повторное обучение для получения рабочих специальностей, необходимых для наших предприятий и производства. Также вносится дополнение в плане, предоставляется возможность, значит, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей получить и потерявшим во время обучения одного или обоих родителей, также пройти обучение по дополнительной специальности и быть на полном государственном обеспечении. Всего в этот день парламентариями было рассмотрено 17 вопросов. Скорее всего, данная сессия станет последней для депутатов 6-го созыва. В сентябре на смену им придёт обновлённый состав парламента. Вадима Куршева, Мурат Кемрюгов, Архиз 24.